В Усть-Абакане появилась улица имени заслуженного работника культуры, журналиста и общественного деятеля Юрия Забелина. Он посвятил свою жизнь изучению культуры тюркских народов, в первую очередь хакасов, и был одним из тех, кто возродил празднование Тунпайрама. С подробностями Мария Добрынина. Эта улица на окраине Усть-Абакана новая. Дома здесь только строятся, но у нее уже есть имя. Ее назвали в честь известного в республике журналиста и просветителя Юрия Забелина. Идея возникла давно, но только сейчас ее удалось притворить в жизнь. Работа отца, папы, она была на виду у семьи. И мы были, можно сказать, участниками этого процесса. Когда он ушел из жизни, там вся общественность была за, все сказали, что надо назвать улицу в честь Забелина Юрия Николаевича. Ну вот, свершилось. Русский тюрок и хакасский левитан. Именно так коллеги и друзья прозвали Юрия Николаевича Забелина. Окончив в ГИК и имея широкие возможности для дальнейшей карьеры в столице, он все же вернулся в Хакасию и сразу попал в журналистику. Работал корреспондентом в Красноярском комсомольце, затем в Ширинской газете, после перешел на радио Хакасии, где проработал редактором 22 года. В 80-х Юрий Николаевич уже известен не только как журналист, но и влиятельный общественный деятель, сценарист и продюсер. И именно благодаря ему Тун Пайрам вернулся в список главных праздников республики. Мизяев говорит, нет, вот только он, он, Забелин, русский, сделает очень хорошо национальный мотив в фильме. И в это время приходит, так национальный праздник надо, не реконструировать, а создать его, создать и снять. И тогда вот пошло-поехало со всякими, значит, тормозами всякими идеологическими, официальными, ну это естественно-то время, когда один говорит, так это же национализм. А другой говорит, это нужно. Я говорю, какой же национализм, когда Сурхарбан, там, в моей родной Бурятии, он с 30-х годов национальный праздник, а надо в Туве. Став членом Союза писателей России и возглавив Хакасское бюро пропаганды художественной литературы, Юрий Забелин предложил проводить Дни тюркской письменности и культуры. Также он руководил этнопросветительскими экспедициями по Западной Монголии, Тыве, Горной Шории и Алтаю. В самые сложные годы, рубеж начала 90-х, 2000-х годов, Юрий Николаевич, можно сказать, что был одним из русских просветителей, пропагандистов, который любил хакасскую культуру, хакасскую историю. И у него главная идея экспедиции была объединение тюркских народов, проживающих в Южной Сибири и вообще в Сибири. Надо быть благодарными таким людям, которые всю свою жизнь положили на то, чтобы служить родной земле. Не зря его называли русским тюрком. Он был абсолютным бессеребренником. Весь смысл его жизни заключался в том, чтобы найти какую-нибудь одаренную личность, помочь этой личности, попробовать опубликовать его произведение, установить какой-то памятник, назвать школу, библиотеку именем достойного человека. Он работал на культуру и на будущее хакассии. Пока улица Юрия Николаевича Забелина, как таковая, не оформлена. Здесь только размежевали участки, но уже есть покупатели. И судя по стремительным темпам строительства частного сектора, можно с уверенностью сказать, что спустя пару лет Усть-Абакан получит красивую улицу с богатой и необычной историей создания. Мария Добрынина, Владислав Пустовой, «Вести Хакассия». Мария Добрынина, Владислав Пустовой, «Вести Хакассия».